Брата, мама заболела этим раком, и она сказала, если ты выиграешь, я постараюсь вылечиться тоже. И перед началом этого видео хочется выразить особый респект нашим друзьям из Gorilla Energy. Благодаря им происходит сегодняшний турнир EFC под номером 40, а также множество других турниров. Они поддерживают бойцов, промоушены и вестник ММА. Gorilla Energy – наш любимый энергетик. Справа от меня стоит Расул Мамаев. Поздравляю тебя с победой. Расскажи, какие эмоции третья победа подряд? Эмоции, как всегда, хорошо. Знаешь, второй раз на публике выступают себе дома. В Альмейске еще тяжелее, потому что родители, дядьки, братья, все-все здесь. И чуть ответственность. А так настроим, выходишь на работу и делаешь свое, хорошо свое. И была мотивация своя, ну, своя, я как последним там сказал. А, кстати, расскажи, про что ты сказал? Ты сказал, что я свое обещание выполнил. Просто у брата мама заболела этим раком. И она сказала, если ты выиграешь, я постараюсь вылечиться тоже. И вот так мотивация стала, ведь хотел дать. Она одна из моих сильных болезщиц. Очень достойно. Расскажи, что дальше? Ты все время уже дрался за титул. Сейчас у тебя опять серия из трех побед. И, как я понимаю, что сегодня, когда Хабиб Нурмагомедов был у вас в клубе «Ирбис», он также обещал тебе, что этот бой будет претендентский? Я не разговаривал, честно говоря, значит, это не люблю. Когда я тебе говорил, заглядывая в спину. Я всегда хотел, я даже интервью давал с иностранцем хотел поздравиться именно. И Бразилия очень крепкий, если ты знаешь. Я смотрел бои, вот получилось выполнить свой этот. А дальше посмотрим, отдохнем, будем разговаривать. Есть, ну, там кто-то за титул должен был играться. Швец и Самандар Мурозов. Будет интересно посмотреть, а потом будем думать, что и как. А что ты вообще о них думаешь? Достойные парни, но я думаю, Швец более опытный. Я думаю, он почему-то, мне кажется, что он выиграет. Потому что регалии у него поинтереснее. Хоть Бразилийцы был крепкий, как я понимаю, урона ты никакого особо не получил. Вот я смотрю, у тебя маленький синяк есть под глазом. И то я не уверен, что это в бою ты получил его. Через сколько ты готов будешь возвращаться? Ну, были свои травмы во время подготовки. Они не так полноценно давали работать. Отдохну, недельку потом посмотрим. Что-то есть, что-то есть, вылечу, вылечу до конца. Пойду в форму. Потому что в этом году я третий бой провожу. Но если получится четвертый бой, то до конца года это будет хорошо. Если нет, то что-то отдохну и на следующий год порадую свою публику еще раз. А вот сегодня здесь был еще Узаир Абдураков. И он тоже сказал, что он перешел уже в 77 и тоже теперь хочет драться за титул. Как думаешь, есть ли вероятность, что вас сведет судьба? Хабибу эта идея, кстати, тоже понравилась. И в интервью после турнира он предложил этот бой сделать. 77 килограмм. Ну, мое мнение, я бы хотел, чтобы Абдураков и Мамаев подрались. Я не знаю, они хотят это или нет, но у них очень хороший, я думаю, стилистически даже будет удобно. Потому что залежать Абдураков будет тяжело. И я думаю, что им придется в стойке подраться. И было бы так посмотреть. И они оба идут хорошо тоже. Кто выиграет, тот и дерется за пояс. Все возможно. Но я пока первый преподинент. Потому что у меня три боя. У него один. Пусть пока очередь станет. Слушай, еще хотелось обсудить немножко с Агидой Загахмаевой. Сейчас он будет драться на совместном турнире EFC и Fight Nights против Максима Буторина. Что думаешь про этот бой, про исход? Ну, я с Буторином дрался. Это было давно. И после этого Буторина, конечно, прибавил. Очень хорошо, мы по любителям дрались. Но если Сагид, если грамотно подведет, то он в игре и не устанет. А сам Буторин очень хорошо дышит. Он как по работам прибавляет, прибавляет. Это и есть. Но борьба с Агидом, я думаю, намного крепче. Вот я про борьбу хотел спросить. Сможет ли Буторин выдержать борьбу? Ну, мы как видели, кто с Буторином дрался, борцы. Они вот, когда подсаживался, они проигрывали ему. А если они темпы его выдерживают, то Буторин подламывается. И я думаю, Сагид, у них школа очень хорошая, крепкая. Они правильно подведут его. И я думаю, он сможет выиграть у него. Кстати, а какой сейчас у тебя контракт с Лигой EFC? Ну, по идее осталось... Я три боя сделал, еще один по идее осталось по контракту. Но, в принципе, ты бы хотел здесь продолжить свою карьеру? Почему? Мне нравится. Все условия есть. Гонорары меня устраивают в данный момент. Не жалуюсь. Поддержка хорошая. С Хавилом стали хорошие отношения партнерские у нашей команды. Посмотрим, как это... Расти всегда хочется, потому что с одними теми драться надоедать. Хочется кого-то другого тоже попробовать. Потому что 27 лет немолодой, одним словом. Ладно, я молодой еще. У меня 31, и все еще в порядке. Слушай, и еще вопрос. Вот после вашего боя с Агидой Сгахмаеву дали шанс подраться на Западе. Сейчас, если, например, ты дойдешь до титула, хоть ты не любишь заглядывать за спину, все равно, интересно ли было бы тебе все-таки в 28 лет попробовать свои силы уже за бугром? Конечно. У меня есть такие цели. Все об этом думают. Все хотят туда попасть. Ну, ты сам знаешь, очень тяжело с этим, с визой туда-сюда. Я хочу постараться сейчас в этом направлении получить визу, подать документы. И посмотрим, что будет. Просто я когда разговаривал с ребятами, они говорят, там, сейчас тяжко очень, и погиб. Там любят, кто болтает, ты сам знаешь. Надо учить сейчас английский. И научиться. Три штуки хорошие. Чтобы подписали. Окей, Расул, поздравляю тебя с победой. Спасибо. Подожди. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.